Приветствую, друзья! Знаете, ко мне часто обращаются люди, у которых боль, страх и ломка. Почему они более всего обращаются ко мне? Потому что это проблемы, которые... Ну, я как специалист, я давно этим занимаюсь, решаю эти проблемы. И вот недавно совершенно ко мне обратился человек. Ну, это такой вот крепкий мужик. Вот, имя не говорю без согласования, вы знаете, но привет передаю, да, привет передаю. Я ему специально сказал, посмотри, посмотри этот ролик. Послушайте меня внимательно, о чём я хочу в этом ролике сказать. Дело в том, что я недавно смотрел одну конференцию про цифровизацию. Ну, и там говорили разное, и говорили о том, что вредное это или полезно. Ну, естественно, все говорят вредное, потому что конференция такая вот направленности. Но я хочу вам сказать, что вот это расчеловечивание происходит давно. Но ещё до идеи цифровизации, я помню, когда мои дети ходили в школу, я как-то пришёл в школу на собрание, и там директор школы выступал, такой мужичок, активный такой, с таким пафосом говорил, что воспитание детей не входит теперь в обязанности школы, это дело семьи, школа только занимается обучением. Ну, это так, я тогда удивился, думаю, как это так, вообще что ли не воспитывать в школе, только обучение. Вот, понимаете, вот эта идея о том, что ответственность школа уже не несёт за моральные качества или воспитание, навыки такие для детей, ну, она давно отстранилась, давно-давно. Мои дети уже выросли, они уже психологи, да, у меня уже правнук есть. Так что я вам хочу рассказать, что дело тут не в цифровизации. Расчеловечивание, цифровизация – это немножко разные темы, потому что цифровизация – это инструмент. Цифра – это инструмент всего лишь навсего. Его можно повернуть в эту сторону, в эту сторону. Самое главное, чтобы для школы, например, почему у нас школа – человек будущего. Потому что самое главное, чтобы человек был человечный, а это значит, чтобы у него были вот эти вечные общечеловеческие ценности впереди всего. А потом уже компетенции, знания, образование как таковое. Ну, это всё как-то вместе всё связано, и одно без другого не бывает. Но всё-таки человечность впереди идёт. И разум у человека. Потому что хомо сапиенс – человек разумный. Да, и в то же время душа, искренность, чтобы в сердце было у человека. Вот таким образом школа человек будущего – это школа человечности. И почему я тогда её создал в своё время, очень-очень много давно лет прошло уже. И почему? Потому что я задумывался, каким будет человек по своей природе, по своей натуре в процессе эволюции. Ну, если не учитывать там самолёты, беспилотники, ядерные взрывы. Ну, то есть, по существу, по природе эволюции своей, естественным путём, если он развивался, куда бы он пришёл, каким бы он был. Я тогда понял, что, в принципе-то, и недавно говорил об этом несколько раз, в принципе, ритмы возрастают жизненные, и самое главное – неопределённость появляется. Особенно в какие-то периоды перемен, эпохальные такие перемены, и там происходит очень большое напряжение у людей, они попадают в зону некой турбуленции, неизвестности, где от личности многое зависит. Да, и перетрансформации происходят в связи с научными, техническими открытиями, изобретениями, с освоением новых форм энергии. Да-да-да, происходят перемены. Сейчас компьютер в любом доме, в любом кармане, телефон и так далее. Естественно, новый век, новые перемены происходят, и поэтому человек попадает в эту турбуленцию, в эту неопределённость. И поскольку в мире ещё не определились, не согласовались две свободы – первичные духовные ценности или первичные материальные ценности, мир делится на западников, так называемых, и на восточников. Да, и почему это происходит, запад и восток? Это же для половины мозга у человека, потому что все законы, они взаимосвязаны, и не случайно же запад и восток произошли. И мышление западного человека – это «Если ты умный, где твои деньги?» Мышление восточного человека – это духовные ценности. Ну, короче говоря, это очень сложный момент, и поэтому школа «Человек будущего» – «Homo futurus» наша – «Окно в будущее», чтобы это было согласовано, гармонизировано, чтобы человек мог уметь управлять этой энергией новой, так говорится, для него, потому что он не знал раньше, до появления нашей школы, что стресс содержит в себе огромный энергетический потенциал, который можно использовать по своему усмотрению для достижения своих желаний и целей, а не только для здоровья. И поэтому, попадая в условия неопределенности, человек будущего должен обладать качествами, со скоростью инстинктов принимать неординарные решения, как изобретатель, потому что человек по природе творец. Поэтому называют школу «Человек будущего» – «Homo futurus» – «Открой в себе творца». Школа должна учить человека сегодняшнее, по идее, с учётом этого будущего, открывать в детях творческие начала, творческие качества, учить их умениям и навыкам управлять стрессом, использовать энергию страха, ну, любого стресса, боль, вот этой ломки какой-нибудь, или ещё чего-то, дискомфорта. Использовать эту энергию как стресс-трамплин для своих новых достижений. И мы на школе у нас проводим бесплатные ликбезы, где я и участники школы выходят в Zoom, и там мы рассказываем, как это делать, делимся опытом и так далее. То есть, по существу, это та альтернатива сегодня, культурная альтернатива, вот этим негативным всем явлениям. Потому что сейчас, вот, посмотрите, что происходит. В конечном счёте, людей расчеловечивают, не даёт им даже обниматься. Это как это бывает вообще? Я шутник, но вы понимаете, да? Вот эти штуки всякие, вот эти всякие вещи, они, конечно, тут я ни за, ни против, но вы представьте себе, ну, я же мужчина, я, допустим, хочу обнять или поцеловать женщину. Ну, я шутя говорю, я-то человек уже пожилой. Но всё-таки подумайте об этом. Потому как этот путь неправильный. А я говорю о том, почему мы к нему пришли. Мы пришли потому, что в школе никогда не задумывались о целевой установке. Кого мы воспитываем? Точнее, кого обучаем? Какие компетенции мы хотим дать детям, школьникам? Шутки шутками. А на самом деле я об этом заявлял много раз. Даже на международных конференциях по образованию. Но никто же не обращает внимания, пока не созреет. Пока не созреет, как говорится, ученик до учителя, услышит голос. Поэтому яблоки падают на всех, а только Ньютон, так сказать, на него яблоко упало, и он открыл. Потому что он был готов к этому открытию. И Архимед. Эйврика сказал. Ну, почему он в ванне сказал? Что все не чувствовали, что ли? Как они в ванне лежат? Ну, да, открытие приходит тогда, когда человек готов. И когда человек готов, и вот у нас в школе здесь, сейчас, и много участников разных, которые могут услышать меня, а могут не услышать, потому что у кого-то сейчас другое болит. Ну, может быть, душа болит. За что-то. И почему, собственно говоря, получилось, что человечество придумало теорию рая и ада? И почему получилось, что придумали, что душа вечная? Потому что тело-то конечное, но человеку хочется верить, что есть вечная жизнь. Это многих успокаивает. Да, ну, что делать? Есть люди, которые, так как у Джава, например, говорил, что жизнь короткая такая, или которые верят в вечную жизнь. Пожалуйста, у каждого дела, как ему нравится, как его душа требует. По вкусу, как говорится. По совести. Ну, вопрос заключается в следующем. Для того, чтобы мы остановили это безобразие, вы слышите, о чём я говорю? Мало у нас возможностей. Очень мало. Это я говорю не для того, чтобы депрессию вызывать, это я говорю для того, чтобы вы поняли, насколько я объективен. и поэтому, если я иногда там не ратую за что-то там, или за что-то там, мне пишут в личке, а как вы думаете, а может быть надо вот это, а может надо... Нет, я обхожу эти темы, чтобы нам канал наш сберечь в будущее, а школа человек в будущее, её беречь надо. И не провоцируйте меня, пожалуйста, там вот такими лозунгами, вопросами про войны, там, что надо наоборот, сейчас за них, там, или за этих. Не могу я, ответственность другая, потому что я помогаю и тем, и другим. Я всем людям на планете помогаю, потому что я клятву гиппократа, я же врач, я психолог, да, а это вопросы такие, есть много других каналов, там, пожалуйста, пишите там свои призывы, эмоции, пишите, пожалуйста, ну вы поймите меня правильно. Каждый должен вносить наше будущее в свою лепту. Кто чем может, должен помочь лучшему будущему. Я помогаю тем, что я специалист по тому, как работает наш мозг. Я рассказываю, показываю, как снимать стресс, как выходить из состояния паники, как выходить на состояние безмятежности, как восстанавливаться в этом состоянии, в этом мозговом зонатории. Я впервые дал, впервые дал, принципы и правила подбора индивидуальных приемов. Раньше никогда в мире этого не было, никогда за тысячи лет, как подбирать индивидуально себе приемы по критерию. По критерию максимальной комфортности определил понятие дозы и какой прием ваш. И сказал, никогда никакие духовные практики нельзя делать через насилие над собой. Сколько людей себе сломали нервную систему. Занимаясь медитацией неправильно, занимаясь йогой неправильно, занимаясь многими методами неправильно. Никогда через насилие над собой нельзя делать. Итак, друзья, я много сказал, как говорится, имеющий уши да услышит. Итак, человек будущего это человек, который умеет управлять энергией стресса. Скоро у нас книга выходит на эту тему, она называется «Новые приемы метода ключ». И там подзаголовок такой «Белые стороны черной дыры страха». Потому что в страхе мощнейший потенциал энергетический. И когда человек знает, как этим пользоваться, он и здоровье становится, и развивается как личность. И у него тогда вот эти общечеловеческие ценности и творческие и качества едино развиваются. Итак, человек будущего Homo Futurus основан на том, что человек по природе творится. Школа наша сегодня цифровая, не цифровая, неважно, должна помогать детям и готовить специалистов, педагогов, чтобы они стимулировали у обучаемых творческие качества и говорили о том, что это правильный путь. Правильный путь, потому что человек по природе творец. Да, друзья, до встречи. В следующий раз я уже конкретный ролик сделаю, потому что невозможно не касаться философских глубин, потому что я ищу себе друзей, как и вы каждый. До встречи. субтитры Продолжение следует...